Василиса Премудрая. Русская сказка. В старые годы у одного царя было три сына. Собрал их однажды царь и говорит, «Пора вам жениться. Возьмите по стреле и ступайте в чистое поле. Куда стрелы упадут, там и судьба ваша». Взяли сыновья по стреле, вышли в чистое поле, Натянули луки и выстрелили. У старшего сына стрела упала на боярский двор. Подняла стрелу боярская дочь. У среднего сына стрела упала на широкий купеческий двор. Подняла ее купеческая дочь. А у младшего сына, Ивана Царевича, Стрела улетела в болото. Подняла стрелу лягушка-квакушка. Иван Царевич говорит ей, «Лягушка, лягушка, отдай мою стрелу!» А лягушка отвечает, «Бери меня замуж, знать судьба твоя такая!» Закручинился Иван Царевич, да делать нечего. Взял лягушку, принес домой. Царь сыграл три свадьбы. Старшего сына женил на боярской дочери, Среднего – на купеческой, А Ивана Царевича на лягушке. Вот позвал царь сыновей и приказал, «Пускай ваши жены сошьют мне к утру по рубашке!» Иван Царевич пришел домой, Сел на лавку, голову повесил, А лягушка ему и говорит, «Не тужи, Иван Царевич, Ложись спать, Утро вечера мудренее!» Иван Царевич лег спать, А лягушка прыгнула на крыльцо, Сбросила с себя лягушачью кожу И обернулась Василисой Премудрой. Проснулся утром Иван Царевич, Лягушка по полу скачет, А рубашка уже на столе лежит. Принесли сыновья дары к отцу. Старший сын развернул рубашку, Царь принял ее и сказал, «Эту рубашку в черной избе носить!» Средний сын развернул рубашку, Царь сказал, «В ней только в баню ходить!» Тут Иван Царевич развернул рубашку, Царь глянул, «Вот это рубашка!» Говорит, «В праздник ее надевать!» Через некоторое время Царь опять позвал сыновей, «Пускай ваши жены Испекут мне к завтриму хлеб! Хочу знать, Которое лучше стряпает!» И снова лягушка Уложила Ивана Царевича спать, А сама обратилась Василисой Премудрой И принялась печь хлеб. Утром посмотрел царь хлебы старших сыновей, Рассердился И отослал в людскую. А как подал хлеб Иван Царевич, Царь похвалил, «Вот это хлеб! Только в праздник его есть!» И приказал царь своим сыновьям, Чтобы завтра явились к нему на пир Вместе с женами. Опять воротился Иван Царевич домой невесел, Ниже плеч голову опустил, А лягушка ему говорит, «Не то же, иди на пир один, А я во след за тобой буду!» Старшие братья приехали на пир с женами, А Иван Царевич один. Только сели гости за столы дубовые, Вдруг поднялся стук и гром, Весь дворец затрясся. А Иван Царевич говорит, «Не пугайтесь, Это моя лягушонка в коробчонке приехала!» Подлетела к царскому крыльцу золоченая карета, И выходит оттуда Василиса Премудрая. Берет она Ивана Царевича за руку И ведет в хоромы. Стали гости плясать, Василиса плясала всем на диво, Махнет левым рукавом, Вдруг сделается озеро, Махнет правым, Поплывут по озеру белые лебеди. А старшие невестки пошли плясать, Махнули рукавом, Царю в глаз попали. Царь рассердился и велел обеих прогнать. В ту пору Иван Царевич отлучился потихоньку, Прибежал домой, Нашел там лягушачью кожу И сжег ее. Возвратилась Василиса Премудрая домой, Хватилась, Нет кожи. Ах, Иван Царевич, Если б ты только три дня подождал, Я бы вечно твоей была. А теперь прощай, Ищи меня за тридевять земель, Тридесятом царстве, У Кащея Бессмертного. Обернулась Василиса Премудрая кукушкой И улетела в окно. Иван Царевич поплакал, поплакал И пошел, куда глаза глядят, Искать свою жену, Василису Премудрую. Долго бродил он по лесам и болотам, Попадается ему навстречу старик. Рассказал Иван Царевич старику О своем несчастье. А тот и говорит, Василиса Премудрая Мудрее своего отца уродилась. Вот он велел ей За это три года лягушкой быть. Дал старичок Ивану Царевичу клубок И сказал, Куда он покатится, Туда и ступай за ним смело. Поблагодарил Иван Царевич старика И отправился в путь. Попадается ему в поле медведь. Иван Царевич нацелился, Хочет убить зверя, А медведь просит человеческим голосом, Не убивай меня, Я тебе пригожусь. Пожалел Иван Царевич медведя, Не стал его убивать. Пошел дальше. Глядь, летит над ним селезень. Нацелился Иван Царевич, А селезень ему говорит, Не убивай меня, Я тебе пригожусь. Не стал он убивать селезня, Пошел дальше. Смотрит, бежит заяц. Иван Царевич хочет в него стрелять, А заяц говорит ему, Не убивай меня, Иван Царевич, Я тебе пригожусь. Пожалел Иван Царевич косого. Идет дальше, Подходит к синему морю, И видит, На берегу щука лежит, И просит, Пожалей меня, Иван Царевич, Брось в синее море. Бросил Иван Царевич щуку в море, А сам дальше пошел. Клубок катится, катится, Иван Царевич за ним идет, Привел его клубок К избушке на курьих ножках. В той избушке жила баба Яга, Костяная нога. Рассказал Иван Царевич, Что ищет Василису Премудрую, А баба Яга ему и говорит, «Твоя жена теперь у Кощея бессмертного, А с ним трудно свадить. Его смерть на конце иглы, Игла в яйце, Яйцо в утке, Утка в зайце, Заяц сидит в сундуке, А сундук висит на высоком дубу». Пошел Иван Царевич к дубу, Долго он шел, И видит, Стоит высокий дуб, А на нем каменный сундук, И достать его трудно. Вдруг откуда ни возьмись, медведь, Прибежал он, Выворотил дуб с корнем, Сундук упал и разбился. Выскочил из сундука Заяц и бежать, А за ним уже другой Заяц гонится, Догнал его и разорвал в клочья. А из Заяца вылетела утка, Поднялась высоко, Под самое небо, Кинулся на нее селезень, Ударил ее, Утка яйцо и выронила. Упало яйцо в синее море. Заплакал тут Иван Царевич, Где же в море яйцо найти? Вдруг подплывает к нему щука И держит яйцо в зубах. Иван Царевич разбил яйцо, Достал иголку И давай у нее конец сломать. Он ломает, А Кощей бьется, мечется. Сколько не бился Кощей бессмертный, Сломал Иван Царевич иголку. Тут Кощею и смерть пришла. Пошел Иван Царевич в Кощеевы палаты, Нашел там Василису Премудрую. Воротились они домой И жили вместе долго и счастливо. Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец! Сказку читала Мира Леонтьева.